Всем привет дорогие друзья! Это канал Технобар Плюс и сегодня у нас полный обзор камер смартфона Motorola G60. Скажу честно, друзья, смартфон во многих моментах очень приятно меня удивил, ну а в некоторых и подрастроил так не слабо. Но тем не менее, друзья, давайте дождемся конца видео, разберемся вместе с вами, стоит ли этот смартфон своих денег с учетом того, что вы хотите от него получить крутые фото и видео возможности, либо же нет. Давайте начинать. По традиции, друзья, мы с вами разберемся, какой же все-таки из модулей стоит в нашей площадке тройной камер, а также фронтальной камеры и, собственно, ознакомимся с примерами фото и видео, сделанные на смартфон Motorola G60. Ознакомимся с меню камер смартфона и в конце видео я уже по традиции выскажу свое личное мнение, что я думаю об этом смартфоне. Как-то так. В смартфоне Motorola G60 у нас представлен блок из трех камер и вспышки. Довольно-таки яркая вспышка, друзья, блок камер выпирает, но все это, в принципе, комплектным чехлом нивелируется. А если вы приобретете какой-нибудь кастомный чехол, однозначно камера ваша не будет, скажем так, вредиться, если вы будете класть ее примерно так, на стол. Итак, давайте разбираться более подробно. Смартфон Motorola G60 имеет на борту, во-первых, основной модуль от компании Samsung. Это модуль на 108 мегапикселей, S5K-HM2. Имеет он тип ISOCELL, апертура f1.9, размер пикселя 0,7 мкм. Используется функция Pixel Binning 1 к 9, либо 3 на 3. Размер датчика 1 к 1,52. Довольно-таки любопытный объектив у нас используется широкоугольный, друзья. Он же макрообъектив на 8 мегапикселей от компании Samsung. Также модель его Samsung S5K-4H7. Он имеет апертуру f2.2, а также размер пикселя 1 мкм. И присутствует у нас 2-мегапиксельный объектив, также от компании, правда, OmniVision. Но, тем не менее, на 2 мегапикселя и, в принципе, со своей задачей он фактически справляется. Но об этом чуть позднее. OmniVision OV-02B1B. Он нужен для того, чтобы хорошо фотографировал, скажем так, портретный режим в данном смартфоне. Фронтальная камера, друзья, у нас представлена 32-мегапиксельной камерой. Ну, я бы сказал, не самое маленькое отверстие под камеру. Но, тем не менее, 32 мегапикселя от компании OmniVision OV-32B. Имеет такие показатели, как апертура f2.2, размер пикселя 0,7 мкм. Угол захвата 180 градусов, друзья. И, что еще хотелось бы отметить. Портретный модуль у нас имеет апертуру f2.4, что не слишком светосильно. Но, тем не менее, можно всегда включить подсветку, всегда включить вспышку. У нас имеется также фронтальная подсветка, фронтальная вспышка. Можно использовать как подсветку в режиме, так и в режиме вспышки. Дополнительные еще сведения, друзья, из любопытного. Ну, во-первых, смартфон может писать 4К 30 кадров в секунду, как на фронталку, так и на основную камеру. Присутствует цифровой зум, электронная стабилизация изображения, автофокус на основной объектив, а также на широкоугольный 8-мегапиксельный. Если я не прав, друзья, поправьте меня в комментариях. Но, по-моему, это так. Из результатов видео вы это увидите. Сенсорная фокусировка, распознавание лиц, серийная съемка, ручные настройки. Ну и стандартный, скажем так, набор настроек ручных. Есть также в арсенале смартфона Motorola G60. Теперь, друзья, давайте поговорим о меню камер. Представлено меню камер стандартная, практически гугловская камера, но есть определенные отличия, друзья. Сейчас я подложу, дабы нам было более виднее, скажем так. Итак, меню камер представлено. Начнем, наверное, пожалуй, мы с видео возможностей смартфона. Что у нас? Во-первых, свайпом снизу вверх мы вызываем настройки дополнительные. Опять же, включить, отключить подсветку можно вручную. Размер видео выбрать либо 9х16, либо полный размер. Почему-то 3х4 нет, но тем не менее, вот как-то так, друзья. Стабилизацию можно включить, можно отключить, но, опять же, лучше со стабилизацией снимать во всех режимах, скажу вам так. Она работает, она годная. Также 4К 30 кадров в секунду у нас пишет смартфон. Это максимальное качество видео на основной объектив. 60 кадров в секунду пишет Full HD. А также Full HD 30 кадров в секунду. Также имеет возможность записывать. Нет возможности записывать HD 720p, то бишь 30 кадров в секунду, либо 60 кадров в секунду. Очень обидно, что этого режима, к сожалению, нет. Но, тем не менее, все как есть, друзья. Без вопросов подключается здесь внешний микрофон. Смартфон его распознает очень быстро. Микрофон можно включить, опять же, отключить. Ну и, собственно, дополнительные настройки вы можете войти. Опять же, в ползунок настроек. Настройки искусственного интеллекта. Автосъемка улыбки. Жест для селфи. Интеллектуальная композиция. Что это означает? Это означает, друзья, что автоматическое выравнивание и применение правила третей. Оптимизация снимков. Искусственный интеллект низкой освещенности. То бишь, выбирается автоматический ночной режим. Google Lens. Ну, об этом, я думаю, не стоит напоминать из обзора в обзор. То бишь, это функция все-таки для людей, которые с помощью интернета ищут, что изображено на фото, скажем так. Далее, друзья, что по настройкам фото. Ну, во-первых, можно выставить режим 108 мегапикселей. Можно выставить режим 8 мегапикселей. Как вы можете видеть. Но лучше в максимальном режиме выставлять по настройкам. Разрешение фото фронтальной камеры мы можем выставить, опять же, 8 мегапикселей. Можем выставить 32 мегапикселя. HDR для фото на основной камере можно включить и отключить. Опять же, селфи зеркального типа. Водяной знак включить и отключить. Что касается параметров видео. Здесь у нас в этом разделе, вот так непонятно размещено. И тем не менее, применение кодека H.265, либо же вместо кодека H.264. Это существенно так уменьшает размер видео в формате 4К. Теперь настройки съемки. Быстрая съемка. Для того, чтобы сделать быстрая съемка, нужно сделать два быстрых круговых движения с запястьем, чтобы запустить основную камеру. Коснитесь для съемки режим. Выполняйте съемку, касаясь любого места на экране, друзья. Вот такой есть тут прикольчик. Звук затвора можно, опять же, включить и отключить. Включить и отключить вспомогательную сетку, дабы сфокусироваться на каком-то определенном участке экрана. Режим уровень, то бишь выравнивание идет в вашей фотографии, под каким бы углом бы вы не снимали. Использовать последний режим при запуске камеры, включается последний режим, друзья, который вы избрали. Я вам хочу сказать, что это очень удобная функция. Почему? Потому что, допустим, вдруг у вас уже настроена камера, но вы просто там, я не знаю, серфите в интернете, и вот вдруг вы решили что-то сфотографировать. Достали смартфон, у вас уже последний режим, на котором вы, скажем так, настроили камеру. Он уже включен под рукой, с этим вопросов нет. Настройки сохранения. Ну, настройки сохранения можно выбрать память смартфона, либо карту памяти. Место съемки это теги. Ну и сведения о лицензии открытого ПО, справка. Ну, я думаю, мало кто этим интересуется, поэтому как-то так, друзья. Во-первых, можно снимать на широкоугольный объектив. Кстати, друзья, давайте вместе с вами сразу же проверим, дабы, как говорится, включим подсветку нашу. Как вы можете видеть, вот я сейчас выставил широкоугольный объектив, и посмотрите, что происходит. То бишь, автофокус. Много смартфонов, друзья, за последнее время стоимостью 7000 гривен вы видели широкоугольным объективом, у которого есть автофокус. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне очень бы хотелось узнать. Я, по-моему, последнюю такую фишку видел, широкоугольный объектив с автофокусом в смартфоне Honor. По-моему, 40-й. Или 40 Pro. Поправьте меня в комментариях, если я не прав. Есть, друзья, макро-режим, как вы можете видеть. Дальше можно включить, опять же, в макро-режиме можно включить обязательно, как вы видите, подсветку. Ну и, собственно, широкоугольный объектив, он выступает и как макро-объектив. Это очень интересная фишка, друзья. Максимальный зум при съемке видео в 4К, допустим, 30 кадров в секунду в любом режиме 8 краб. Я считаю, это неплохо и достаточно годно работает, достаточно неплохо работает, друзья. Теперь, что касается видео на фронтальную камеру, опять же, включаем фронтальную камеру и можно, опять же, выбрать 4К, 30 кадров в секунду. Все то же самое, просто еще добавляется бьюти-фильтр и подсветка, друзья. Вот такая маленькая иллюминация. Это, конечно, не такая же подсветка, как Vivo V21. То вообще эксклюзивчик. Но, тем не менее, Full HD 30 кадров, Full HD 60 кадров в секунду. Все снимается с стабилизацией электронной и с этим тут полный порядок, друзья. Теперь давайте перейдем к режиму фото. Ну, фото тут, собственно, режим простой. Фото можно делать, опять же, как на основную, так и на фронтальную камеру. И, причем, можно делать на широкоугольный объектив фото. Можно делать фото на макрокамеру. Опять же, включить-отключить подсветку. Таймер выставить можно вплоть до 10 секунд. Google Lens функция на месте. При фото зум, опять же, 8-кратный. Ничего удивительного. Ну, все то же самое. Хотя, 10-кратный зум, по идее, был бы поинтереснее. Пусть он и цифровой. На фронтальную камеру, опять же, можно снимать. Присутствует таймер 10 секунд. И присутствует режим бьютификации. Все это выставляется для любителей Инстаграма. Опять же, включать можно со вспышкой. Включить в режиме онлайн. Отключить ее совсем, либо включить ее насовсем. То есть, как-то так. Вот такая тавтология получалась у нас. На фронтальную камеру, кстати, друзья, можно снимать в соотношении сторон 3 к 4. 9 на 16. Опять же, бьютифильтр вручную. Можно отключить, включить. От 3 до 10 секунд можно выставить таймер. Соответственно, подсветка тоже самая. Здесь включается таким образом. Далее, друзья, какой еще здесь есть режим? Для того, чтобы перейти в следующее меню, нужно справа налево свайпнуть. Свайпнули справа налево. Есть фото. Есть обрезка фото. То есть, сфотографировали какой-то, допустим, объект. Сейчас давайте посмотрим, как это работает вместе. Вот, допустим, сфотографировали какой-то объект. Так. Я понял. Это необходимо фотографировать людей. Немножко неправильно я выразился, друзья. Ну, то есть, вырезается непосредственно человек в кадре. И, как бы, дальше, я не знаю, что вы с этой фотографией делаете. Есть точечный цвет. Ночное фото. То есть, ночной режим. Он, кстати, очень адекватно работает. И я вам хочу сказать, кстати, можно свайпом слева, справа налево. А можно вот таким образом на три полосочки клацнуть. И, собственно, попадете в меню. Замедленная съемка. Режим таймлапс. Стикеры дополненной реальности с применением интернета. Двойная съемка, друзья. Вот таким образом все это выглядит. Опять же, ну, в смартфоне вот Xiaomi мы это дело видели. Все. Можно зумировать. Опять же, все это у нас идет со стабилизацией. Фильтры различные. Режим UltraRes в режиме 108 мегапикселей. На все 108 мегапикселей, как говорится, можете снимать. И фото будет вам качественным. Но, опять же, 108 мегапикселей режим этот работает. для лишь в тех случаях, когда вам необходимо какой-то плакат, допустим, распечатать либо какую-то рекламную продукцию. Ну, что-то в этом роде. Групповое селфи. Присутствует режим. То есть, расширенный угол захвата, как вы можете видеть. Дальше. Режим Pro. Pro-режим, кстати, друзья, тут очень годный. ISO регулируется от 800 до 3200. Причем, как на фронтальную камеру, так и на основную. Но тут еще на фронтальной камере, друзья, смотрите, вопрос какой, что, как вы можете видеть, есть настройки ручные. Опять же, но на основной нет автофокуса. На основной объектив еще добавляется автофокус. Можно макро выставить, можно самому отрегулировать. Ну, как бы, рай для людей, которые любят пользоваться ручными настройками при записи, при фотографировании. И хочу сказать, друзья, что довольно-таки неплохо это все работает. Автофокус, баланс белого, скорость затвора, ISO, выдержка и так далее. Все это здесь регулируется. И самое главное, друзья, что это все здесь работает. Гистограмма, как вы можете видеть в углу, ну, все как положено. Режим таймлапс, режим замедленной видеосъемки, друзья. Замедленная видеосъемка у нас пишется максимум Full HD 120 кадров, вернее, Full HD, да, 120 кадров в секунду, а HD пишется в 120 и 240. Микрофон, опять же, отключить, включить можно, вспышку включить, можно опять же, с этим тут полный порядок. Далее, что еще? Ну, в принципе, режим сканер, я не знаю, кто-то пользуется им или нет, фильтр для инстаграма, собственно, но стандартный набор, друзья. В целом, меню мне предварительно нравится, но к нему необходимо еще привыкать. Оно очень похоже на гугловскую камеру, но все-таки есть определенные свои какие-то настроечки, к которым стоит привыкнуть. но, друзья, широкоугольный объектив с автофокусом я такого давненько не встречал, поэтому в этом плане меня смартфон удивил. Давайте, друзья, сейчас посмотрим на фото-видео, сделанные на смартфон Motorola G60 и в конце я уже сделаю свой на фото-видео. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 голубое да действительно есть легкие облачка особенно вот в этих местах и цветопередача меня радует радует IPS матрица здесь никаких украшательств но вот единственный момент друзья допустим вот боковая съемка видите да есть небольшие все-таки подергивания прыжки на месте кстати картинка мега стабильная это не может не радовать на только 1x невозможно переключиться кстати какой-то другой объектив 4k 30 кадров в секунду я считаю друзья если сравнивать допустим этот смартфон с тем же смартфоном сяоми а именно модель redmi note 10 pro также на snapdragon 732 g то как на мой взгляд тот смартфон сейчас неоправданно дорого стоит а вот этот motorola g60 в принципе с чистым android без всяких оболочек надстроек вы есть конечно определенные фишки от motorola я вам хочу сказать этот стоит 7000 гривен интереснее наверное все таки предварительно друзья опять же будет взять наверное его за 7000 а если вы найдете его и дешевле еще в ритейле официальном желательно брать в официальном ритейле то это вообще я считаю в принципе по записи на основную камеру по крайней мере дневная съемка друзья я еще не знаю как там будет обстоять дела с вечерней съемкой но я думаю что в принципе должно быть неплохо у нас такие ягодки дерево памяти я так понимаю поэтому предварительно если вы рассчитываете на съемку 4к 30 кадров в секунду если вас это устраивает в принципе я считаю что достойный вариант очень достойный вариант я бы рекомендовал все таких покупки наверное предварительно опять же друзья сейчас будем смотреть еще основные режимы но предварительно если 4к 30 кадров в секунду все хорошо пойти должно и дальше все хорошо быть ну а там посмотрим все еще в 660 кадров в секунду может ошибаться вожди посмотрим оцениваем качество видео делимся своим мнением в комментариях с камеры смартфон motorola g60 вожди 60 кадров в секунду мне очень интересно посмотреть стабилизация так понимаю на месте небольшая пробежка друзья на стабилизация на месте боковая съемка резком движении конечно есть определенные подергивания друзья но тем не менее о чем сказать в принципе в так вот так вот против солнца проверяем что с экспозиции немножечко фокус прыгает но это full hd 60 кадров в секунду друзья что по автофокусу есть 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 в определенные нюансы есть но автофокус работ нет такого чтобы он зависал по крайней мере full 4k 30 кадров в секунду все ок full hd 60 кадров в секунду как вы видите в принципе тоже ок но как говорится местами есть нюансы тем не менее так что у нас full hd 60 кадров в секунду по зуму ну в принципе по зуму дела обстоят неплохо то есть зум работает достаточно неплохо и он идет у нас здесь восьмикратный full hd 60 кадров в секунду но честно говоря вот мне не нравится что начинают пропадать детали все таки когда зумишь электронной стабилизации полный порядок но когда зумишь начинает детали все таки сыпаться что вы думаете друзья пишите под этим видосиком в комментариях как на мой взгляд в принципе в принципе full hd 60 кадров в секунду годный режим можно писать и на него оцениваем цветопередачу оцениваем динамический диапазон и делимся друзья своим мнением в комментариях все таки подергивание определенные есть это говорит о том что есть определенная проблема наверное с автофокусом прыжки на месте сейчас друзья как пишет звук оцениваем вот как то так делимся своим мнением в комментариях тест камеры смартфон motorola g60 full hd 30 кадров в секунду как на мой взгляд неплохо справляется камера электронная стабилизация на месте работает хорошо но опять же друзья вот я вижу даже в этом режиме определенные какие-то присутствуют подергивания картинки что касается динамического диапазона то тут все ок восьмикратный зум максимальный вот как то так довольно таки неплохо работает я вам хочу сказать друзья что кстати у нас нет смотрим как насколько близко можно снимать видео я достаточно близко поднес приблизительно на расстояние на расстояние где-то до двух сантиметров так я так понимаю что можно переключаться на широкий угол в этом режиме то есть 05x широкоугольный объектив сейчас я посмотрю как можно с ним снимать все-таки насколько близко можно снимать нет это все-таки друзья смотрите вот это максимальное расстояние приблизительно сантиметров 7 10 от объекта а когда я включаю ширик до широкоугольный объектив соответственно можно очень близко снимать и кстати я так понимаю что здесь ширик с автофокусом что ли ребят походу да да друзья очень интересно смартфоне за такую стоимость а нет это не ширик друзья это все-таки макро объектив да это макро объектив прошу прощения но самое интересное что в режиме full hd на 30 кадров в секунду это что-то новенькое вообще такого честно говоря не видел можно снимать на макро объектив я так понимаю что я все-таки думал что возможно смартфон сам сможет переключиться автоматически на макро нет я так понимаю что все-таки макро объектив здесь работает достаточно неплохо и что-то новое это реально компания motorola привнесла как говорится вот смотрите сейчас я на основной объектив снимаю да и могу переключиться во время видео full hd 30 кадров в секунду я могу при переключиться на макро объектив причем макро с автофокусом вы такое видели когда-нибудь друзья сейчас переключаюсь снова на основной объектив все автофокус работал да это однозначно записываю в плюсы однозначно потому что вот допустим сценарий видоса таков допустим вот вы идете идете вам что-то срочно надо снять на макро например вот эту вот бутылку на стойке глода вот вы спокойно в этом режиме переключаетесь на макро и записываете все что вашей душеньке угодно причем с автофокусом у нас идет макро объектив и потом снова включаете основной объектив автофокус приходит в сознание и в принципе идете дальше пишите видосик но жаль что всего лишь full hd 30 кадров в секунду хотелось бы этот режим видеть 4к 30 кадров в секунду друзья вот как то так тем не менее оцениваем как пишет против солнца делимся своим мнением в комментариях смартфон моторола g60 съемка ведется на макро объектив присутствует на макро еще стабилизация можно включить подсветку макро объектив у нас друзья идет тут с автофокусом и честно говоря друзья вам хочу сказать что ну несмотря на то что немножечко автофокус здесь скажем так бывает что некорректно работает но тем не менее макро объектив с автофокусом full hd 30 кадров в секунду пишет вот еще и присутствует подсветка которая может отключить отключить вот сейчас я отключу ее посмотрим как без нее достойно снимает единственное я же говорю пофиксят я надеюсь с последующими обновлениями все эти нюансы с автофокусом но то что на макро объектив есть автофокус это однозначно друзья записываю в плюс как то так оцениваем качество видео друзья делимся своим мнением в комментариях пока смартфон меня в принципе радует но сейчас что то начал макро выделываться да автофокус все таки немножко пошаливает но я надеюсь это исправит последующих обновлениях смартфон только вышел ему еще это простительно как то так камеры смартфон motorola g60 съемка ведется на широкоугольный объектив hd 30 кадров в секунду качество съемки пробежка небольшая да есть нюансы я так смотрю с фокусом нет я и вот не пойму друзья все таки это широкоугольный объектив по заявлению компании но все равно как то вот непонятно то ли то ли здесь можно переключать широкоугольного на основной модуль да вот основной модуль а вот он ширик можно еще переключать и на макро то есть довольно таки неплохо работает да тут походу и у меня такое складывается впечатление друзья что тут по моему широкоугольный объектив идет тоже с автофокусом но макро это отдельный режим отдельная как говорится история вот он поближе как говорится посмотрим так да у меня такое впечатление что все таки тут широкоугольный объектив с автофокусом друзья и так смотрите что мы имеем на данную минуту по видео ну во первых full hd 30 кадров в секунду с автофокусом на ширик раз макро объектив с автофокусом два также full hd 30 кадров в секунду пишет основной объектив с автофокусом 3 то бишь 4к 30 кадров в секунду full hd 60 кадров в секунду и full hd 30 кадров в секунду пишет с автофокусом друзья ну я считаю это какие то все таки новинки я все еще буду пересматривать и перепроверять на компьютере но пока друзья то что я вижу вот это вот широкоугольный объектив и вот он основной объектив да смартфон меня честно говоря удивляет посмотрим что будет дальше мне интересно вот если на этот смартфон установить google камеру что я скорее всего сделаю посмотрю как он будет снимать вечером днем тут все понятно но я думаю что улучшения однозначно будут и допиливать еще будут по части камеры этот смартфон ну пока все ок в принципе если бы не вот эти вот кратенькие подергивания я удивлен честно говоря а что думаете вы по поводу видеосъемки в данном смартфоне пишите в комментариях друзья тест камеры фронталки 4к 30 кадров в секунду Motorola G60 я так смотрю друзья что все таки как то непонятно есть здесь электронная стабилизация или нет сейчас зайду потемнее чтобы солнце не отлечивало сейчас небольшая пробежка ну походу есть какая то опять же своя но это на первый взгляд друзья опять же все будем проверять на экране монитора компьютера но пока какая то своя есть все таки электронная стабилизация хоть и не особо активная тем не менее боковая съемка проверяем есть ли rolling shutter rolling shutter здесь нет я уже вижу что касается зума на фронталку зум отсутствует 4к 30 кадров в секунду прыжки на месте ну не сказать что бы здесь нет как бы электронной стабилизации на фронталку я не могу потому что все таки как бы стабильная еще картинка если вообще электронной даже никакой стабилизации нет то картинка вообще полная в кашах мягко выражаясь но тут я смотрю что все таки присутствует какая то стабилизация оказывается лайфхак маски это не только от того чтобы защищаться от коронавируса и респираторные заболевания в ней еще можно оказываться и греться как то так сейчас холодно на улице поэтому друзья хочу сказать вам что она здорово помогает помимо того что требования карантинные меры требуют чтобы в нашем городе чтобы все ходили в масках в противогазах но тем не менее оцениваем качество видео друзья динамический диапазон что у нас тут по переэкспонировке полный порядок друзья но хочу сказать что смартфон меня честно говоря удивляет по идее он даже в каких то моментах лучше чем редми нот 10 про а это как бы практически аналог этого смартфона поэтому друзья оцениваем качество видео делимся со мнением в комментариях тест фронтальной камеры смартфон моторова g60 hd 60 кадров в секунду может я смотрю быстрая пробежка да все таки какая то стабилизация есть изображение очень сильно кропается кстати зум отсутствует в данном режиме что касается автофокуса мне интересно тут есть автофокус или нет нет друзья автофокуса нет на фронтальную камеру но тем не менее относительно неплохо еще пишет конечно мою мордень призумела серьезно это по hd 60 кадров в секунду качество не знаю есть какая то стабилизация но все таки я хочу сказать хорошо что нет роллин шаттера это однозначно так то так поэтому сказать что нет стабилизации я не могу но какая то есть это не качество видео теряемся сомнения друзья забыл вас предупредить все таки есть электронная стабилизация причем вот сейчас режим full hd 60 кадров в секунду она дополнительно включается у нас в настройках поэтому ну так сходу я не знаю для чего ее включили в настройки то есть можно включить выключить да альтернатива это всегда хорошо но тем не менее друзья хочу сказать что лучше пусть она всегда будет зачем в смысле ее отключать там как то так я думаю вы со мной согласитесь для каждого человека чем лучше качество видео тем круче на фронтальную камеру поэтому оценим качество видео стабилизация в первую очередь делится это тест фронтальной камеры full hd 30 кадров в секунду motorola g60 тут уже видно что это 30 кадров в секунду лицо на месте а не то как было на пол экрана физиономия как говорится не промахнешься это в режиме full hd 60 кадров в секунду но вот я смотрю друзья что тут как дела с переэкспланировкой с динамическим диапазоном вот так против солнышка да неплохо переэкспланировочка проходит и режим электронной стабилизации которая включается он доступен у нас full hd 60 кадров в секунду раз full hd 30 кадров в секунду 2 к сожалению вот мне друзья честно говоря не особо воодушевляет тот нюанс что в смартфоне есть 720p 60 кадров в секунду многие сейчас скажут да зачем оно тебе надо чем лучше качество тем круче а я вам скажу так друзья есть режимы 720p 60 кадров в секунду рабочие в принципе и 720p 30 кадров в секунду достаточно рабочие классно работает видео классно пишет и самое главное друзья это занимает мало места как то так то есть вы сможете записать на смартфон допустим много каких то там памятных моментов видео фото и так далее и 720p 60 кадров в секунду достаточно неплохо да даже и 720p 30 кадров в секунду и сэкономите очень много места поскольку в некоторых смартфонах все таки необходимо либо жертвовать одной наносим карточкой ну либо какая там у вас сим карта вставляется в ваш смартфон если там допустим гибридный слот то есть либо две наносим карты либо нано карту и карту памяти можно поставить ну здесь в мотороле 720p 30 кадров в секунду либо 60 кадров в секунду отсутствует эта фишка перенята практически камера от пикселя стоит вот ну с определенными своими как говорится отклонениями от пиксель нормы вот и собственно что хотелось бы сказать что все таки лучше бы они этот нюанс не перенимали честно говоря от пикселя вот так вот снимает у нас при хорошем освещении а как вы считаете друзья стоит ли тот момент что был в смартфонах допустим моторола как вы считаете круто было бы если было 720p 30 кадров в секунду либо 720p 60 кадров в секунду напишите об этом там внизу в комментариях под этим видосиком мне очень интересно будет с вами подискутировать друзья кстати подпишитесь на канал оцените труды как то так смартфон моторола g60 4к 30 кадров в секунду основной объектив здесь на 108 мегапикселей оцениваем стабилизацию друзья проверим как тут с зумом дела восьмикратный зум максимальный но тем не менее в чем сказать что все таки камера пытается вытащить детальки и резкость оцениваем резкость так что у нас тут по крыше динамический диапазон как по мне слабоват но тем не менее так что у нас если призумить автомобиль да к сожалению друзья детали так и не достаёт несмотря на то что 108 мегапиксельный модуль не менее оцениваем качество видео делимся с мнением в комментариях тест камеры смартфон motorola g60 full hd 60 кадров в секунду оцениваем качество видео друзья что то тут с деталями совсем проблемы то ли в расфокусе картинка когда вот объекты пытается смартфон то ли сфокусироваться на снежинках то ли я не знаю на чем но небо да действительно сейчас такая как пелена на небе небольшой туман я так понимаю снег припустил надолго сейчас призумим автомобиль но картинка вот начинает в снежную погоду как вы видите начинает сыпаться и смартфону сложно сфокусироваться но тем не менее вот у нас как работает автофокус а вроде бы работал неплохо но тем не менее друзья оцениваем качество делимся своим мнением в комментариях full hd 60 кадров в секунду камеры смартфон motorola g60 full hd 30 кадров в секунду зум проверяем да снег начался не на шутку и тем не менее друзья все как есть нужно проверять смартфон в разных условиях как вы видите слишком конечно завышает экспозицию завышает асо смартфон но тем не менее full hd 30 кадров в секунду в принципе рабочий режим но вот так обстоят дела с автофокусом full hd 30 кадров в секунду кстати можно full hd 30 кадров в секунду переключиться на широкоугольный объектив и у нас тут есть один небольшой фокус на широкоугольном объективе смотрите широкоугольный объектив у нас с автофокусом когда-нибудь такое видели в смартфоне за 7000 гривен ширик с автофокусом да он на 8 мегапикселей но он с автофокусом друзья да да вот такая вот история оцениваем качество видео делимся с мнением в комментариях ну это тест камеры смартфон motorola g60 4k 30 кадров в секунду оцениваем качество видео сейчас зайдем потемнее место хотя в принципе зрительно тут видно все нормально фронтальную камеру вот так снимает наш смартфон но у motorola g60 есть вот такая вот примочка включая которую есть фронтальная вспышка либо подсветка она может работать вот таким образом что-то похожее уже видели мы в смартфоне Vivo V21 но там конечно иллюминация была капитальная фронтальную камеру я вижу есть электронная стабилизация это уже круто можно эту иллюминацию отключить и будет все выглядеть вот так друзья оцениваем динамический диапазон работу с экспозицией как на мой взгляд довольно таки неплохо конечно не придем мечтаний но по крайней мере картинка не шумит это уже меня не может не радовать а так против темного неба снимает на более или менее освещенном месте оценим качество видео делимся сомнения в комментариях номер и смартфон Motorola G60 здорово так кропает это Full HD 60 кадров в секунду опять же включаем иллюминацию конечно шумы есть и шумы не слабые но кроп конечно такой серьезный довольно таки выключаем нашу подсветку Смотрим друзья как это все дело выглядит довольно таки неплохо боковая съемка Full HD 60 кадров в секунду на фронтальную камеру смартфон может писать с электронной стабилизацией я считаю это неплохо но для дневной съемки по крайней мере точно к примеру Motorola G60 Full HD 30 кадров в секунду быстро ходьба также можно включить подсветку друзья ну подсветка конечно не такая тут крутая как на Vivo V21 но тем не менее тоже довольно таки неплохо оцениваем динамический диапазон и заметьте друзья насколько картинка шире угол берет в режиме Full HD 30 кадров в секунду в 60 кадров в секунду вот так снимает ну довольно таки сильно кропает не естественно скажем так боковая съемка ну тут что-то мне непонятно я вижу что на камере по-моему есть уже rolling shutter да на фронталке rolling shutter хотя еще будем проверять все на экране монитора компьютера как-то так оцениваем качество видео делимся с мнением в комментариях смартфон Motorola G60 4K 30 кадров в секунду оцениваем качество видео сейчас дует ветер оцениваем как справляется шумами смартфон оцениваем динамический диапазон сейчас попробуем призумить как это все выглядит напомню камера здесь 108 мегапикселей зум восьмикратный максимальный ну вы знаете пытается что-то камера вытянуть детали вот допустим на мусорке это видно сейчас но все равно шумодав очень агрессивно работает плитку начинает съедать и детали падают детализация тем не менее оценим качество видео делимся своим мнением в комментариях кстати можно сделать фото в режиме видеозаписи можно еще и фотографировать как-то так кстати если включить стушку все это будет выглядеть вот так стушка тут мощная проверим автофокус но автофокус выравнивается нормально тем не менее друзья оценим качество видео делимся своим мнением в комментариях кстати зум как я уже сказал здесь восьмикратный это тест камеры по hd 60 кадров в секунду Motorola G60 камера 108 мегапикселей так таким образом это все выглядит так что-то совсем уж темно становится в этом режиме сила падает и пойдем более освещенное место электронная стабилизация на месте включить можно также подсветку конечно картинка поинтереснее с подсветкой вот смотрите с автофокусом какая беда да творится вот это я уже по тапу автофокус сделал и вот снова я тапнул по экрану и вот только тогда автофокус выровнялся сам почему-то не может вывести этот нюанс оцениваем качество видео друзья делимся своим мнением в комментариях hd 30 кадров в секунду Motorola G60 вечерняя видеосъемка уже светосила в принципе отрабатывает hd 60 кадров в секунду режим такой видите сразу же затемняет но опять же друзья вот тот самый нюанс фокус как-то не может отработать видите да на стене черная точка вот здесь я сейчас даже тапаю по экрану и тем не менее не может сфокусироваться смартфон вот это косяк конечно это уже Full HD 30 кадров в секунду хотя вроде бы автофокус работает вот теперь срабатывает сам по себе то есть есть еще над чем поработать однозначно над камерой есть поработать вот так вот вот сейчас я выключаю иллюминацию вспышку подсветку как-то так это все выглядели ближе тут работал автофокус как-то под настроение автофокус работает но Full HD 30 кадров в секунду зато можно включить вот сейчас сразу же пример вам съемка Full HD 30 кадров в секунду на широкоугольный объектив сейчас пройдемся как это все выглядит быстрым шагом конечно же широкоугольный объектив здесь не такой крутой как основной но тем не менее так деталей конечно поменьше но это уже на основной я переключился и можно зато переключиться на ширик как-то так друзья ну вот ознакомились мы с примерами фото и видео сделанные на смартфон Motorola G60 что я вам хочу сказать друзья однозначно смартфон в дневное время суток меня порадовал как по фронтальной камере так и по основной камере понравилось что широкоугольный объектив он же макро объектив с автофокусом давно я такого не видел что касается фото возможностей смартфона фронтальная камера сохраняет детали баланс белого динамический диапазон резкость эта передача меня более чем устроили на фронтальную камеру что касается видео также мне все понравилось электронная стабилизация то что смартфон снимает на фронталку 4к 30 кадров в секунду full hd 60 и 30 тоже мне очень понравилось однозначно зачет но не сказать что это флагманский уровень друзья но на свой уровень смартфон достаточно годно снимает на фронталку фото и видео теперь что касается основной камеры друзья здесь доработали все таки не так как смартфоне Redmi Note 10 Pro детализацию доработали все таки на основной модуле Samsung что касается макросъемки тоже в принципе зачет присутствует автофокус на широкоугольный объектив он же макро объектив присутствует электронная стабилизация конечно же 8 мегапиксельный объектив не даст такой картинке которую дает основной объектив то бишь ширик 8 мегапиксельный он менее светосильный в определенных моментах есть серьезная дисторсия но тем не менее основной объектив считаю годным друзья понравилась электронная стабилизация достаточно неплохо работает автофокус тоже работает в принципе неплохо на свою стоимость друзья если выбирать между двумя смартфонами Redmi Note 10 Pro либо же Motorola G60 опираясь на фото и видео возможности я бы выбрал все таки Motorola а если вы рассчитываете на то чтобы можно и поснимать видео и фото и собственно AMOLED экран сочный то я бы все таки выбрал наверное Redmi Note 10 Pro однозначно друзья но конечно не по стоимости 8 тысяч с лишним гривен сколько он сейчас стоит а 5-6 тысяч где-то так вот в принципе Redmi Note 10 Pro это его цена что касается вечерней съемки ну друзья тут особо хорошего сказать нечего фокус начинает вот тут я как бы могу наоборот смартфон Motorola G60 поругать фокус начинает прыгать шумодав работает агрессивно причем как на фронтальную так и на основную камеру смартфон скажем так снимает довольно таки среднее даже в некоторых моментах ниже среднего но в принципе для освещенных улиц вечернее время суток еще съемка пойдет стабилизация никуда не девается в некоторых моментах автофокус у меня даже залипал приходилось в ручном режиме фокусироваться на каком-то объекте и только это спасало плюс большое друзья что есть вспышка но опять же это не такая вспышка как в смартфоне на фронтальную камеру я имею ввиду вспышка тире подсветка это не такая подсветка как на смартфоне Vivo V21 у Vivo там вообще с этим все ок двойная подсветка там полный порядок друзья на фронтальную камеру вечернее время суток милости просим но что мне еще не понравилось когда нет когда есть ветер друзья ветер начинает забивать микрофоны и теряется конечно звуковой диапазон теряется голос где-то там за ветром на первом плане выходит ветер если нет ветра в принципе как снимает мне понравилось и как звук вернее во время видео мне понравилось в целом друзья давайте подведем итог Motorola G60 за стоимость 7000 гривен смартфон хорош собой дневной фото и видеосъемки на основной объектив и на фронтальную камеру в принципе друзья поэтому кто наметил его себе брать в принципе этот смартфон могу рекомендовать это с учетом друзья если вы не снимаете вечернюю съемку вечерняя съемка это скажем так слабое место этого смартфона как всегда друзья подписываемся на канал прожимаем лайк прожимаем колокольчик дабы не пропустить следующие видео но а я как обычно старался для вас на канале техно бар плюс как обычно всех уважаю и всех обнял